И это единственная система, которая обещает России процветание, которая может гарантировать, что Россия станет интересным местом не только для жизни и инвестиций, но и публиканизм в том смысле, который я продвигаю, это идея о том, что люди должны обладать максимальной автономией на местах, центральная власть должна как можно меньшее влияние оказывать на человека и заниматься исключительно охраной границ, защитой ядерного потенциала, может быть ядерной энергетикой, но в общем вещами, которые невозможно доверить отдельному индивиду, потому что риски просто повышаются. Я много рассказывал на своих эфирах, что почему я выделяю оружие массового поражения и ядерную бомбу в отдельный кластер, скажем так, опасности, потому что оказавшись в руках индивида, в руках индивида оказывается разрушительная сила государства. А либертарианство – это именно о том, чтобы разрушительную силу государства как можно больше снизить. Вот, и идея республиканизма заключается в том, что на территории типа России, огромной, которая протянулась от Калининграда до Южно-Сахалинска, у нас такое пространство для экспериментов, что мы должны доверять эту землю русским людям, гражданам Российской Федерации, доверять ее осваивать. Первичное заселение должно произойти. И доверять ее осваивать не в смысле вспахивать, а в смысле экспериментировать с социальным устройством. Где-то может появиться корпоративный город, то, о чем мы только что говорили, где-то религиозная община, где-то радикальное общество прямой демократии, где они сами будут принимать свою монетарную политику. Кто-то будет экспериментировать с коммунизмом и провалиться, потому что это не жизнеспособная экономическая система. Кто-то будет экспериментировать с социализмом и, может быть, не провалиться, потому что может предложить что-то, кроме товароденежных отношений. Это, кстати, то, о чем я на своем канале достаточно мало говорю, о чем нужно говорить больше, что рыночные отношения не сводятся до товароденежных отношений. Потому что рыночные отношения – это еще и то, что в деньгах не всегда возможно измерить. Например, безопасность улицы или в рамках рыночных отношений может находиться ваше соседство с кем-то. Или благополучие района, в котором вы живете – это будет рыночным фактором. Это будет рыночным фактором, который невозможно оценить в стоимости жилья, например, непосредственно. Потому что если вы это жилье по рыночным деньгам продадите какому-нибудь наркобарону, то, да, это можно оценить в долларе, но как общество, общество в целом от этого может потерять. И именно поэтому я так много говорю про частную дискриминацию на своем канале. Такие эксперименты нужно допустить. Нужно допустить, чтобы у республик проводилась разная монетарная политика, чтобы проводилась разная инвестиционная политика, чтобы деньги в том числе могли быть свои собственные. Или, по крайней мере, собственный финансовый сектор, что мог у них появиться. Собственно, налогообложение – это самое важное. Сегодня все налоги собираются в Москве. Разумеется, налоги должны собираться в республиках, и они должны собираться по-разному. Потому что только так республики, в которых есть большое количество полезных ископаемых, республики, в которых нет полезных ископаемых, смогут конкурировать между собой. Потому что только там, где они могут проводить разную налоговую политику, им доступно, соответственно, создавать ту экономическую систему, которая отвечает конкретно их нужным и особенностям. Вот всего этого в России не существует, потому что в России нет республиканизма. Подобие этого республиканизма существовало в Соединенных Штатах, но постепенно, с течением времени, произошла эрозия этой системы. И сегодня Штаты совсем не такие автономные, какими их бы хотелось видеть мне, скажем, либертарианцам. Вот в России подобная система возможна. И это единственная система, которая обещает России процветание, которая может гарантировать, что Россия станет интересным местом не только для жизни и инвестиций, но еще и примером для подражания. Что-то, чем Россия исторически всегда хочет казаться, но что нам из разобраться не удается достичь. И под Путиным, разумеется, не удастся никогда. Если говорить про республиканизм Бельковича, то это просто не всем понятно, что такое. Я читал его книгу «Кровь патриотов». Хорошая книга, рекомендую, можете ее прочитать, но что такое республиканизм, она вам не объяснит. Самое главное, республиканизм, почему я его противопоставляю демократии, почему я, в принципе, такой маленький акцент делаю на демократии. Потому что демократия – это инструмент принятия решений, да, это как группа людей может принять то или иное решение коллективно. Она не хорошая и не плохая, вопреки тому, что вам будут говорить либералы и демократы, да. Демократия – это просто инструмент. Он может быть хорошим, особенно если это прямая демократия, и он может быть плохим, особенно если это репрезентативная демократия, которая, в принципе, к демократии даже не имеет никакого отношения, такая обманка, Чтобы создать у вас ощущение того, что вы каким-то образом влияете на политические процессы, таким образом подавить вашу политическую пассионарность и заставить вас сильно не возмущаться, когда номенклатура делает то, что сама считает нужным. Вообще демократия – это великий миф. И именно об этом книга Ганса Германа Хопе «Демократия – неизвергнутый бок» о том, что репрезентативная демократия вообще в принципе к демократии не имеет никакого отношения. Прямая демократия в том виде, в котором она когда-то существовала в Швейцарии и в отдельных кантонах еще до сих пор существует, идея куда менее провальная, имеющая право на существование, которую точно имеет смысл попробовать на уровне республики какой-то. Я бы хотел попробовать такое. Но тоже нужно понимать, какие решения вы хотите отдавать на откуп прямой демократии, какие решения вы хотите закрепить корпоративно. И вот корпоративность организации общества – это мысль, которую в России, кроме меня, не двигает вообще никто. Я думаю, это идея, которая будет постепенно-постепенно завладевать умами. Потому что что такое корпоративность? Корпоративность – это когда вы можете закрепить какие-то ценности у общества как базовые и таким образом защитить его от… Как американская конституция, защитить от радикальных перемен, от ахлократии, то есть от просто воли толпы. И это очень важно, потому что толпа, она… Почитайте, кстати, книгу «Безумство толпы». Это хорошая книга, Дуглас Мари написал. Толпа, она склонна к помешательству, и от толпы каждый из нас в какой-то момент может пострадать. И единственный способ создать стабильное общество – это защитить общество от толпы. Защитить его от толпы можно только корпоративным устройством. То есть, когда вы некоторые ценности общества закрепляете как неизменные, либо трудноизменимые. И вот конституция – это такой протокорпоративный способ организации общества. Почему я говорю протокорпоративный? Потому что изначально конституция подается как общественный договор. Наверное, только в Соединенных Штатах она может претендовать на подобное звание. И то с огромной натяжкой во всех других странах. Конституция, конечно, к конституции не имеет вообще никакого отношения. Например, в России не та, которая существует сегодня, не та, которая существовала до того, как Путин провел свои поправки. В Европе та же самая история. Это все к конституциям не имеет никакого отношения. Но вот в рамках республик, в рамках новых обществ, корпоративных городов, частных городов, которые продвигаются в книге, которые мы обсуждали только что, это абсолютно воплотимый вектор развития. Это что-то, что мы в России могли бы себе позволить попробовать просто в силу того, что нам действительно доступна такая огромная территория. Почему этого не происходит? Нет визионерства. Странно ждать визионерства от КГБшника. Нет любви к России, к родине, к своему народу. Есть любовь к дешевой роскоши и к беспределу. К сожалению. Вот Россия обречена ходить по этим граблям.